Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, и знаете, что я вспомнил? Около года, наверное, назад на моём канале выходил ролик, где я уменьшился и построил дом в самом настоящем сундуке. И за то время, ребята, многое изменилось, изменились моды в Майнкрафте, изменились версии и так далее, и... А я подумал, ребята, а что, если мне построить секретный дом в печке? Ну, сами подумайте, на мою деревню часто нападают гриферы, мне постоянно кто-то мешает записывать ролики. А так у меня будет, так скажем, секретная база вот в этой или вот в этой печке, и никто в жизни не догадается, что я сижу и записываю свой новый крутой ролик по Майнкрафту. Именно по этой причине я подготовил три следующих предмета, ребята, это вот такие вот конфетки, таблетки, называйте как хотите. Одна из которых уменьшает меня очень сильно для того, чтобы я, ребята, залез в эту самую печку, а вторая возвращает меня в обычный, так скажем, размер, ребята. И в моих планах в данный момент времени заползти, ребята, в эту самую печку. Только для начала мне нужно немножечко подготовиться, чисто символически забраться вот сюда и скушать опять эту таблеточку, ребята. И вы посмотрите, какой я маленький, хотя вокруг меня всё кажется довольно-таки обычным. У меня есть вот эта вот штука, ребята, которая прорубит абсолютно любой блок, и я смогу заползти внутрь. У меня как раз где-то были доски, да, которые я срубил, они находятся у меня в инвентаре, я планирую их поставить, ребята, куда-то вот сюда, но, да, лучше это сделать вот так вот. Всё отлично, ребята, и теперь с помощью вот этой вот палочки-выручалочки я могу прорубить, ребята, себе туда проход. Так, аккуратненько прорубливаем. И уже после того, как я полностью всё прорублю, ребята, потому что этот процесс занимает огромное количество времени, мне нужно будет очистить всё внутри этой самой печки для того, чтобы мы с вами смогли построить дом. Господи, нужно продолжать. Там где-то мой инструмент. Ага, вот он. Ну вот и всё, ребята, я уже всё успел подготовить, и знаете, о чём я вспомнил в самый последний момент? О креативе. О креативе, ребята, я вспомнил только сейчас, хотя мог прописать его ещё, наверное, минут 15 назад, и я бы сделал это всё гораздо быстрее. Но ничего страшного, мы ничего особо не потеряли, можем прописать его в эту же секунду. И теперь наша с вами задача, ребята, это обустроить эту печку и построить себе здесь самый настоящий дом. С туалетом, ребята, с ванной, комнатой, с кухней, спальней и обязательно кабинетом. Для того, чтобы всё было шикарно и очень-очень удобно. Поэтому давайте я открою и начну накидывать себе предметы в инвентарь. И, пожалуй, я, наверное, начну с кухни, ребята, и потом уже буду перемещаться к остальным вкладкам. В кухне, наверное, у нас будет всё-таки белая, чтобы хоть как-то она сочеталась с внешней, вот так скажем, оболочкой печки. Типа вот тут есть какие-то белые прослойки, здесь тоже. Поэтому именно такой цвет я и решил, в принципе, сейчас выбрать. Обязательно возьмём, ребята, себе вот такую вот духовку, что-то типа этого. Комфорки, вот такие вот всякие декоративные штуки. Я думаю, в принципе, нам этого будет достаточно. Ну и, конечно же, вытяжку возьмём. И самое главное, что нам необходимо сделать, это разграничить эту печку. То есть сделать небольшую планировку. Вход у нас, ну, чисто теоретически будет где-то тут, ребята. Можно будет ещё потом поставить дверку. И, значит, вот здесь, вот здесь, допустим, у нас будет, ребята, сразу при входе ванная комната. Где-нибудь вот тут, ребята, дверь будет у нас идти как раз-таки в наш небольшой такой кабинет. Хотя он довольно-таки огромный. Кухня у нас будет стоять вот здесь. И спальня, ребята, будет, знаете, совмещена с кухней, чтобы много места нам с вами не тратить. Ну и как-то так, ребята. Я, в принципе, это всё быстро распланировал. И теперь можем начинать. Начнём всё-таки с кухни, поскольку я уже набрал себе предметов. Так, окей, берём немножечко вот так, ребята. Теперь вот сюда ставим вот эти вот штучки. И, хотя, знаете, лучше сюда сначала печечку поставить, а уже потом разобраться с ящиками. Потому что наверху места у нас, ребята, тоже довольно-таки много. Можно сделать дополнительную крышу, но посмотрим, будет ли она смотреться. Нам нужно ещё сделать вот так, ребята. Во-во-во-во. Во, чтобы они вот так вот вместе сочетались. Прекрасно. Вытяжку устанавливаем прямо вот сюда. И у нас тут рабочего пространства получается очень-очень много. Вы только посмотрите, сколько нам здесь можно всего поставить. И самое интересное, что кухню можно сделать ещё угловой. Она просто гигантская получается. Но учитывая, что здесь будет спальня и гостиная в одном, нам нужно немного кухни всё-таки сократить. Я думаю, что такой нам будет вместе с вами вполне себе достаточно. И теперь добавляем шкафчики на вторые ярусы. Так-так-так-так-так-так, секундочку. Вот такие вот поставим, чтобы опять же всё сочеталось у нас. Немного, конечно, наляписто получается. Но, в принципе, ребята, всё не так уж и плохо. И всё-таки я предлагаю вам с помощью топорика добавить здесь дополнительный слой крыши у печки. Она там тоже из булыжника, ребята. Мы сделаем, в принципе, с вами то же самое. Нам это не помешает. Опа! Ну, слушайте, так довольно-таки лучше стало, поуютнее, мне кажется. И не так много пустого места у нас вместе с вами получается. Я решил немного разбавить вот эту вот, ребята, скучную планировку и добавить по углам, как я это обычно делаю, чтобы хоть как-то было красивее. Вот такие вот столбы из разного рода дерева. Ну, в данном случае это будет не разное, это будет только еле, ребята. Но, тем не менее, устанавливаем это и сюда, в том числе, и уже смотрится куда лучше. Но, наверное, всё-таки вот эти вот перекрестия, так называемые, я предлагаю сделать из стандартных, всеми привычных дубовых досок. Потому что, в таком случае, если мы этого не сделаем, оно будет просто-напросто сливаться с нашим полом, ребята, и это никому не понравится. Поэтому попробуем сейчас поэкспериментировать и сделаем что-то подобное. Ну, в принципе, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Потолки, конечно, высокие, но а что вы хотели? Это всё-таки печка. И таким образом, ребята, мы с вами попадаем в нашу ванную комнату. Пол здесь, конечно, не самый удачный, и я бы его даже поменял. Надеюсь, печка из-за этого сильно не пострадает. Я бы взял белую обожжённую глину и начал сочетать её, ребята, с серой. То есть, знаете, вот такую вот мозаику, как, в принципе, во всех, наверное, ванных комнатах таких стареньких. Поэтому сделаем, в принципе, то же самое. Ну, слушайте, вот это уже немного больше, но всё-таки похоже на пол именно ванной комнаты, а непонятно чего. Дверь нам нужна сюда, ребята, стеклянная, для того, чтобы смотрелось как-то, знаете, ну, более красиво, более по-современному. Возьмём сюда самую стандартную деревянную. Так вот, опа, она въезжает отлично и также замечательно выезжает. Открываем с вами целую специальную вкладку, которая так и называется «Декор ванной». И, слушайте, я вот сначала увидел джакузи и думал поставить его, но потом думаю, как же много места это сворует. Поэтому поставим, ребята, ванну куда-нибудь вот сюда, прям по центру. Блин, круто выглядит, круто, замечательно. Естественно, ребята, мы поставим ещё туалет, умывальник, краны разного рода и так далее. Хотя, да, я думаю, что так мы с вами и поступим. Также нам понадобятся полочки, ребята, разного рода, для того, чтобы поставить какие-то вещички. Ну, например, там щётки, ребята, вантузы разного рода и так далее и тому подобные. Салфетки, например, кстати, тоже вещь полезная. Сюда же мы добавим, ребята, душ, чтобы можно было, знаете, там обмыться после приёма ванной. Так-так-так-так-так-так, держатель для мыла мы поставим куда-нибудь вот сюда. Потом мы ещё поставим его рядом с умывальником. Ну и, конечно же, полотенце для тела. Повесим его куда-нибудь рядышком, чтобы далеко ходить не надо было. Отлично, уголок ванной мы уже именно простроили. Теперь, ребята, переходим к туалету. Ставим его примерно здесь же, недалеко. И я думаю, что напротив, где-нибудь вот здесь возле входа, ставим, ребята, умывальник. И начинаем накидывать сюда полочки. Ставим сюда вот такие вот щёточки красивые. Вантус поставим где-нибудь в уголочек, ребята, чтобы он, знаете, не мешал нам. И мы с ним редко контактировали, потому что редко кто его использует, мне кажется. Также, ребята, добавляем сюда коробочку салфеток. Так, слушайте, получается неплохо. Полотенечко для руки, я думаю, повесим куда-нибудь. Оно вот такое вот маленькое вот сюда. Ё-моё, какое маленькое полотенце по сравнению вот с этим. Обалдеть просто. Где такие полотенца вообще выпускают, мне интересно. Так, ну и, наверное, ребята, мыло. Мыло нужно поставить тоже куда-нибудь, куда-нибудь, куда. Подождите. Я вот думаю, куда бы его повесить, но в голову пока что ничего не приходит. О, вот сюда можно, прямо на кран удобно. Кран открыть можно. Я такое в ТикТоке видел, поэтому лайфхак, как говорится, рабочий. И самое главное, ребята, самое главное для того, чтобы ногам было тепло, потому что вряд ли у нас тут с вами есть пол с подогревом. Мы постелим вот такие вот белые коврики сюда, 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 в общем-то, по всей ванной. Места осталось ещё очень много, и как его реализовать, если честно, не знаю. Получилось, и так, как вы видите, довольно-таки неплохо. Поэтому можно смело сказать, что с ванной комнатой мы закончили. Закрываем дверку и переходим, ребята, к кабинету. Но кабинет я хочу сделать немного своеобразно. Я хочу, во-первых, добавить сюда вот такую вот, ребята, штуку, где я поставлю вот такое вот стёклочко. Ну, чтобы можно было, знаете, там, например, если стримить, включить себе на телевизоре какой-нибудь камин, и это было видно на веб-камеру. Так, хорошо. Сюда мы добавляем, ребята, в принципе, то же самое. То есть такие же дубовые доски, как и в ванной комнате. И самое интересное, что в кабинете, ребята, я хочу продумать шумоизоляцию. Сами понимаете, печка — вещь довольно-таки, ну, знаете, некрепкая. Слышно будет всё, что угодно. Поэтому нам нужно сделать шумоизоляцию с одной из сторон. Возьмём красную и чёрную шерсть, ребята. Также возьмём с вами хромакей. Ну, чтобы ролики с вебкой можно было записывать действительно комфортно. Так, добавляем сюда хромакей практически на всю, ребята, стену. Как-то вот так мы с вами это устанавливаем. И добавляем сюда немного шумоизоляции в виде шерсти. Как-то вот так, ребята. И я планирую её запустить вообще по всему, так скажем, периметру нашей комнатки. Как-то вот так. Чтобы было действительно получше. Чтобы звук был более приятный для ушей. Так, замечательно. Это добавляем ещё раз. И получается вот такая вот штука, ребята. Немного стены, конечно, увеличились. Но зато, сами понимаете, лучше так, чем вообще без хорошего звука. Ну, получилось очень несимметрично. Но мы как-нибудь с этим, ребята, справимся. И начинаем устанавливать огромное количество оборудования. Берём деревянный стол, какой-нибудь еловый. Чтобы ничего не сливалось. И сделаем его каким-то, знаете, полуугловым. Угловые столы, это действительно круто. Можно поставить огромное количество техники. И всё будет у тебя в буквальном смысле под рукой. Так, секундочку. Открываем теперь технологии. Добавляем обязательно три монитора, ребята. Потому что это очень удобно. Максимально удобно. Видеокамеру мы ставим, ребята, куда-нибудь вот сюда. Так, хотя я так подумал, что мониторы будут перекрывать. Поэтому видеокамеру, ребята, нужно построить куда-нибудь в какое-то другое место. Я придумал, ребята, гениальную тактику. Просто установить её вот на такой вот ещё стол. И получается мини-штатив для этой камеры. Ну, получается здорово. Также, естественно, ребята, нам необходим с вами компьютер, куда это всё будет подключаться. Поставим его тоже на стол, потому что в жизни у меня, в принципе, примерно то же самое. Возьмём фиолетовый, потому что я всё-таки пиксель. Так, включаем сразу подсветочку. Сразу всё немного засияло. И с правой стороны мы добавляем, ребята, какие-то, знаете, мелочи. Например, книгу и перо. Ну, если нужно что-то записать, быстренько на стульчик я сюда повернулся. Если что-то там записал, например, поставьте лайк. Что-то вот такое сюда написал и отодвинулся в другое место. И ещё, ребята, можно тоже какую-то стопку бумаг кинуть для записей. И, естественно, нам понадобится стул. Я, пожалуй, поставлю белый, ребята, потому что он в таком случае будет красиво сочетаться. И вы посмотрите, какое крутое место у нас с вами получилось. И ещё кое-что. Поскольку в кабинет, ребята, я хочу засунуть максимальное количество всяких технологий, я собираюсь установить сюда вот такие вот, так скажем, ну, не то чтобы софтбоксы, просто дополнительное освещение. Сделать его будет довольно-таки просто. Оно будет работать, ребята, постоянно. И вот таким вот образом у нас получается дополнительный источник энергии. И, естественно, мы с вами продлим сейчас нашу шумоизоляцию, чтобы выглядело это всё примерно так же. Ну, и посмотрите, ну, это ли не круто, ребята. Камеру просто нужно будет немного на меня опустить. Здесь хромакей, всё подсвечивается, всё просто суперкруто. По факту здесь даже ничего ставить не нужно, но мы с вами можем немного, ребята, так же сыграть на этом месте, поставить сюда какой-нибудь шкаф, куда будут там личные диски какие-то храниться, ребята, флеш-накопители и так далее. И, например, ну, вот знаете, если тебе вообще окончательно лень куда-либо идти, можно взять, ребята, сюда поставить ещё небольшой холодильник. Так, только его нужно найти немного по-другому. Во! Во! Маленький холодильник, ребята. То есть, чтобы из кабинета вообще можно было не выходить. А если сюда ещё и кровать вот так поставить, то всё. Просто пошёл, полежал, пока у тебя ролик рендерится. И нам нужна просто обалденная дверь. Это очень важно, чтобы она не пропускала никаких шумов. Поэтому мы возьмём, наверное, какую-нибудь вот такую вот плотную дверь из ели сюда, и вуаля, наш кабинет готов. Выглядит просто супер. И, по факту, в нашем доме в печке, ребята, нам остаётся продекорировать только зону гостиной и зону спальни, которая будет находиться прямо вот здесь, и через окошко можно будет сразу поработать. Я уже подготовил несколько предметов для нашей спальни, поэтому, в принципе, можем начинать. Я первый раз начал использовать вот такую вот кровать с какими-то шторками, в принципе, почему бы и нет. Рядышком устанавливаем несколько тумбочек, ребята, на одну из которых я планирую поставить ноутбук, чтобы проснуться и, так скажем, сделать там некоторые задачи в интернете. Здесь же устанавливаем будильник, ребята, и как-то так выглядит наш уютный уголок. Естественно, нам необходимо ещё в спальню, ребята, поставить гардеробы, ну, чтобы хоть где-то хранить наши с вами вещи. Один из которых мы ставим сюда, а один из которых мы ставим напротив, ребята. И получается как-то вот так. И, в принципе, можно ещё вместо гардероба здесь, рядышком, поставить сундуки для каких-то ресурсов или чего-то подобного. Ну, как-то вот так, ребята. Ещё можно установить сюда печку. Печка внутри печки, это звучит довольно-таки странно. И верстак, чтобы что-то создать. Ну, и для полноты, ребята, картины, уюта и так далее, учитывая мой скин, я хочу закинуть сюда фиолетово-белые, ребята, коврики. Вот такой, типа, мини-флаг пикселя, в принципе, почему бы и нет. Вот здесь тоже, чтобы везде всё утеплить и было довольно-таки комфортно. И, в принципе, нам остаётся, ребята, сделать только маленькую зону гостиной. То есть, иными словами, поставить сейчас диванчик, да, конечно, диванчик поставить. Диванчик поставить где-нибудь вот здесь вот на кухне. Тут же, ребята, поставить телевизор на какую-нибудь полку, а лучше стол, потому что телевизор мы сейчас поставим довольно-таки большой. Вот этот вот, ребята, Large TV он тут называется. Так, устанавливаем большой стол и устанавливаем не менее большой телевизор, ребята. Вот, удлиняем наш угловой диван. Прекрасно. И, в принципе, в принципе, я вот думаю, чего бы ещё здесь можно было добавить, помимо каких-то торшеров. Хотя, в принципе, господи, сколько раз я уже повторил это слово. Их здесь тоже можно установить, ребята, и также их можно будет включить. Нужна ещё приставка, но, если честно, я не помню, где она находится. А, да вот она, вот же она, ребята. Установим её прямо возле телевизора, куда-нибудь вот сюда. И как-то вот так у нас, в принципе, наш ремонт и получился. Обеденный стол я не вижу смысла, ребята, ставить, потому что в любой момент можно подойти, отнести еду куда-нибудь сюда, или здесь, или сюда, в принципе, что у меня в жизни и происходит. Обедаю, ребята, я там же, где и снимаю ролики, то есть за своим рабочим местом. Поставлю потом ещё сюда дверь на выход, ребята, и у нас получился вот такой вот красивый дом. Но вы только посмотрите. Я напоминаю, что для этого мне пришлось в буквальном смысле уменьшиться и построить сегодня дом в печке. Если ролик вам понравился, обязательно поставьте лайк на это видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, потому что ролики на этом канале выходят ежедневно в 17 часов по московскому времени. Всем удачи, ребята, спасибо за просмотр и пока-пока. Спасибо.